Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1981 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Нашла. Бери тогда Оксану в защитный костюм и поднимай в комнату диагностики. Один, два, три. Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Оксану. Интересуемся, готова ли Оксана к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит, а не, а что тут с плечом правым? Угу. Хорошо. Оксана входит сейчас в скэнер. И скэнер начинает сканировать ее на всех частотах, сверху, снизу. Находит любые интерференты, любые подключки, импланты, чипы и датчики. От них выстраиваются каналы ведущихся. А, три. Скэнер начинает сканировать. Тонкое тело Оксаны. Это установка рептилоида игры. Рука полностью, плечо. Она тянет ее вниз. Что еще? Это установка где сейчас находится? Ответственные есть в клетке? Да, все там. Посмотри, пожалуйста, сколько каналов у нас сейчас? Черт, у нее есть. У нее три канала. Три канала. У нее рептилоид, грей и черт есть. Репт. Сколько грейв? Голограмма стоит два. Две голограммы или одна из них голограмма? Нет, просто стоит голограмма из двух грейвов. Я не совсем сейчас понял. Две голограммы грейв? Нет, смотри, у нас висит... У нас висит вот эта установка, которая с руки железная снята. Но еще не все вытащена. Дальше идет рептилоид. Дальше идет голограмма из двух грейвов. Ага, голограмма из двух грейвов. И дальше черт. Понятно, что. Грей, я вам даю сейчас один единственный шанс, пока я вашу клетку не уничтожил. Вы сейчас проявляетесь и перестаете передо мной этот цирк делать. Иначе закончится ваше существование сегодня. Появились трое. Что это за театр, Грей? Вы что, думали, что меня за идиота держите с верой? Вы думали, я вас не вижу или не знаю, что вы за голограммами скрываетесь? Кто ответственный из грейвов? С кем разговаривать? Один. Один вышел. Хорошо, Грей, давай. Давай, рассказывай. Почему ты зашел в это биополе, в которое я давал команду не входить. И я предупреждал. И человек прочитал манифест. Объявил о своих наверняк. Так что, какая причина твоего подселения? Если она не будет уважительная, то, соответственно, будут неуважительные мои действия по отношению к вам. Итак, я слушаю. Когда ты зашел? Почему ты зашел? И что ты пытался установить? Три вопроса. Значит, он пытался. Она повысила вибрации. И он установил, чтобы эту энергию собирать у нее. Эти вибрации. Установил за конструкцию. И почему установил? Потому что он сидел в квартире. Квартиру собирались чистить. Да, все верно. Перешел на нее. Понятно. То есть он пришел из квартиры. Там портал, да? Он там был. А, он был в квартире. Понятно. Он заметил, что... Хорошо. Окей, меня устраивает такой ответ. Почему зашел рептилоид? Вместе они были. Они вместе в квартире находились. Ладно, хорошо. Мне это понятно. Обращаюсь к черту. В квартире, подожди, он показывает мне по всей... Что это получается у нас в стене зала. Да. Установка их стоит. Хорошо. Там еще есть кто-то из ваших квартир? Нет, они командуют там. А, вы командуют. Может, я сейчас буду все это уничтожать? Из высших они командуют. Порталы есть. Порталы есть. Нижний. Понятно. Хорошо. Черт. Я слушаю. Когда ты зашел? Почему зашел? Говорит проходной двор. Объясни. Захожу, выхожу. В общем, входная дверь. Зеркало. Зеркало. Зеркально. Это портал. Все понятно. Так, я обращаюсь ко всем присутствующим. Сейчас мы проведем реверс энергии. Отдадим вам все, что вы дали. После этого заберем все, что вы украли. После этого я вас буду отпускать на вашу чистоту без применения силы. Вы это поняли? Только в том случае, когда вы достанете все присадки, все импланты, которые вы оставили в биополе. Я проводжу проверку одним миллионом герц. И если кто-то что-нибудь забудет, то его просто сожгет в этой клетке. Я обращаюсь к Греям, который любит что-то забывать. Рептилоида прошу проконтролировать эту ситуацию с Греем, чтобы Грей все достали. И мы не переходили на неприятный разговор. Рептилоида, ты понял? Понял. Мне черт показывает в квартире, он прыгает на ее кровати. На ее, надеюсь. Знаешь, где вот буква Л? Да. Спальня сама вот этот. Вижу, да. Вот он там прыгает на кровати. А что он там прыгает? Головную боль вызывает. Того, кто спит на ней. Понятно. Бессонница. А что ты в квартире там оставил? Есть какие-то твои артефакты? Ты знаешь, он гордится. Да, есть. Он мне все показывает. Есть, да. Может, его забрать с нами в комнату? Пусть все заберет и отправим его оттуда. Очень, да. А? Да, он хочет. Хочет все показать. Хорошо. Тогда черт делаем так. Я тебя верну сегодня опять назад в квартиру. После этого мы сами туда придем. Я не буду на тебя воздействовать. Ты мне покажешь все, что ты установил. Мы это все достанем. После этого ты можешь все это забрать с собой. Я тебя без болезни отпущу на твою чистоту. Ты согласен? Да, согласен. Хорошо. Так, давайте тогда приступаем к реверсу. Рептилоиду и Грей, я сказал. После проверки, если все будет чисто, тогда мы отпускаем всех сразу же домой. Все. Давайте приступать к реверсу. Я даю команду тонкой копии Оксаны спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе. Начали выстраиваться каналы. В сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Оксане. Энергия страха, неуверенности. Энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним назад. Знаешь, такая энергия идет стальная, как металлическая. Вот как на ней установка стоит, какая-то серо-синяя что-то. А, жидкий металл, знаю, как ртуть, да? Да, что-то такое. Но не такая яркая. Боль какая-то к черту идет. Черно-красная. Ну, если по тебе по голове прыгать, конечно, будет боль. Усталость. Боль, усталость, бессонница. Но то, что мы услышали сегодня, это положительный фактор. То, что Оксана таки смогла поднять свои вибрации. И это они заметили. Оксана, вы молодец. Продолжайте. За свою свободу надо бороться. Вы на правильном пути. Забрали. Все забрали. Хорошо. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Оксана забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли. До последней капли возвращает Оксана к себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все, свое, себе обратно. Значит, идут человеческие энергии от рептилоиды. Игры. И какая-то физическая красная идет от черта. Знаешь, ей вот назад, она плечо вот трогает, и как назад возвращается часть вот ее. Как она, как достраивается. Усиливаем. Вне стянули вот этим железом. Усиливаем потоки в 50 раз. До последнего микрона все назад. Готово. Хорошо. И мы закончили сейчас с реверс. Я даю команду. Грей и черту выйти из клетки и вытащить все, что вы оставили в биополе. После этого будет проведена проверка. Это очень важный фактор. Если вы меня обманете, на этом доверие заканчивается. Приступайте. Вот черт, он забирает какой-то красный большой такой клубок в области колен у нее. Большой дискомфорт он ей приносил. Черт, а лярва есть на теле? Нет. Хорошо. Не успел, значит. Говорит, ты же сам все убрал. Мало ли, что я убрал. Проверять надо. Я свою работу делаю, ты свою. Согласен. Значит, штука, которая была на руке, да? Есть какие-то провода внутри, в голове. По шее, спине. И они как-то связаны вот с этой квартирой. То есть... Она подключена к этой установке. Да, да, да. В зале, вот что там в зале есть. Мы это все уберем. Она, знаешь, как... Я понял, я вижу. Она входит в квартиру, начинает сразу, включается у нее в квартире, и начинается отток энергии. Да, 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 да. И причем не только у нее, у всех, кто... У всех, кто присутствующих, да. И вообще это вызывает в ней здоровую атмосферу, как бы, чтобы, ну... Офигеть. Собирать больше энергии. Разной. На скандал выводить людей. Ну, правильно. Это выплеск энергии. Они ее собирают. И ей питаются, и даже управляют своими кораблями. И, знаешь, он как... Он идет по потолку. А шар где стоит? Или это скрулый шар, да. Где соединение идет стены. Идет. И он как крутится. Не крутится, а, знаешь, вверх-вниз. То есть он как сканирует всю эту комнату, и вот всю эту энергию оттуда забирает полностью. Окей. Хорошо. Ну, они отстегнули сейчас это все от нее. С нее вытащили они. Хорошо. И сейчас я провожу проверку. И подхожу к Оксане, кладу ей руки на плечи, мощнейшим ударом в 700 тысяч герц, сжигая все каналы, присадки, чипы и датчики, если таковы есть. Один, два, три. Удар. Каналы отстегнулись, и ее нет ничего. Все забрали. Никого не тряхнуло, нет? Нет. Все забрали. Хорошо. Так, я тогда благодарю рептилоидов за то, что он проконтролировал, и обращаюсь к нему игреем. Я вас буду отправлять сейчас на вашу чистоту. После этого я пойду сейчас в квартиру, и все, что осталось там, будет уничтожено мною. Вы это поняли? Все порталы будут закрыты, все будет сожжено. Но если вы повторно окажетесь в этой квартире после установления моей защиты, я буду приходить проверять это, мою работу, и я кого-то обнаружу, или какую-то установку я вытащу вас по каналам. После этого я вам покажу, что такое копье, что такое энергия отмана, и что такое мой гнев. Если вы хотите это узнать, можете назад вернуться в квартиру. Если не хотите, вы меня должны были понять сейчас. Вы поняли? Они просят не притягивать их по каналам в квартире. Хорошо, мы не будем их притягивать по каналам в квартире. Но мы все оттуда уничтожим. Я сразу. Хорошо, отлично. Все, хорошо. Рептилоиды нам с Грейми больше не нужны для работы. Да, Вера? Да. Пускай отпускать. Хорошо. Готовы уходить, рептилоид Грей? Да. Хорошо, открывается наверху портал на частоте рептилоида. Один, два, три. И рептилоид уходит безболезненно на свою частоту. Забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Переходим на частоту Греев. Открывается портал на их частоте. Один, два, три. И Грей забирает все, что они принесли до последнего микрона. Все, что там, все проводки. Уходят безболезненно на свою частоту и больше не приходят ни в эту квартиру, ни к этому человеку. Один, два, три. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так, у нас остался один черт. Черт, я тебе тогда сейчас квартиру верну, а после этого мы сейчас спустимся, и ты мне похвалишься своей работой, расскажешь, как ты там все сделал, и мы все вместе уберем. Воздействие-то я на тебя не буду. Договорились? Да, но у него вот этот шар, он в руках держит красный, который с колен убрал. Ну. А его выкинуть может? Да, шар тебе точно не нужен. Открывается портал рядом в галактической адресе, один, два, три, и шар улетает туда на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Он, знаешь, как на махеровые нитки на какие-то был похож, но он большой такой. Не надо это собирать. Очень большой. Да, уберем, убрали все это. Не надо. Так, черт, все, мы с тобой договорились. И открывается портал сейчас в квартиру Оксаны, и черт уходит в этот портал. Один, два, три. Готово. Закрывай, печатай, растворяй. Посмотри, сколько энергии у Оксаны сейчас? 74. Сколько дадим? И какую частоту? 250. И 20. Хорошо. 250 и 23. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы Оксаны. Потоки пошли. Частота ее вибрации поднимается до числового значения 23 Гц. До необходимого значения поступает энергия. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия и вибрации. Гармонизируется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Пошла синхронизация. Есть. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Оксаны в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, к каждой извилинке мозга. Синхронизируем все энергии и вибрации. Один, два, три. Есть. Отлично. Хорошо. Отключайся от Оксаны и перемещайся в свою комнату диагностики на счет 3. Один, два, три. Хорошо. Переходим к квартире. Я прошу тебя в энерго-информационном поле Земли найти квартиру, воплощенную на Земле. Один, два, три. Ты окажешься перед входной дверью. Я здесь. Хорошо. Посмотри на дверь. Тебе видно что-то сейчас? Или чуть микрофон поправь наверх, потому что тише стало. Да. Хорошо. Хорошо. Не бросается в двери ничего такого? Не видно? Дверь красная. Красная. Понятно. Хорошо. Давай поднимемся над квартирой сейчас, чтобы ты ее полностью могла увидеть. Один, два, три. И просканируй сейчас квартиру своим скэнером. Посмотри, где в квартире находятся присадки, импланты, подключики, конструкции. Значит, входная дверь, портал, как уже сказал, черт. Да. То есть у нее две входные двери. Вот одна из них зеркальная, она портал. А тут же в углу над входом стоит шар рептилоида. Вот. Да. И он связан вот с это устройством, которое в зале. Угу. Все понятно. Хорошо. Тогда давай сейчас сделаем следующее. Я посчитаю от одного и до трех. И по всему периметру квартиры, на счет три, устанавливается лазерная клетка. Один, два, три. Берем еще полметра влево, вправо, вверх, вниз. А ванная есть тоже красная. По всей квартире, по всему периметру начинает сетка сейчас. На счет три, делаем его намерение, притягивается в эту клетку и находится в ней. Один, два, три. Оу, арахноида какого-то зацепила сетка у нас. Дальше вот эта конструкция в ней. Угу. Черт на месте, там? Арахноид от соседей. А, мы вытащили от соседей? Да, он бегает, суетится. Она пуган, не понимает, что происходит. Арахноид, успокойся, мы делаем чистку квартиры, ты не пострадаешь. Мы тебя отправим потом на твою чистоту, если будешь кооперировать. И ответишь на все мои вопросы. Хорошо, черт, в комнате я спрашиваю. Или где он? Черт. Сейчас, секунду, подожди, что это здесь еще есть? У нас две как воронки такие блуждающие. В клетке они. И черт тоже он в клетке. Хорошо, я разрешаю черту выйти из клетки. Один, два, три. Да, он здесь. Хорошо, как договаривались, давай, начинай тогда показывать, где твои все, рассказывай все. Будем убирать. Скажи, чтобы он меня не трогал, он меня за руку хочет сядь. Не надо, черт, не прикасайся, потому что он может ударить очень сильным током. Лучше не приближайся. Тогда не буду. Хорошо, она за тобой пойдет, и ей все покажешь. Вот он сразу идет в эту комнату, про которую я говорила, и из-под кровати достает какие-то. Тоже как круги такие, как Махеровы, только они поменьше. Он их разбрасывал в квартире. Ну да, это у них фишки такие. Причем вот они, я говорю, как Махеровы, и вот, ну это, знаешь, да, Махер? Я знаю, знаю, с волосами. Как пушистый, но вот эти вот пушистые, а получается они как раздражители. Человек наступает на них и начинается фигня. Да, раздражает его, и он не понимает, почему он начинает раздражаться на тех, кто живет в этой квартире. Понятно. Генератор негативной энергии. Дальше что он показывает? Ну вот портал, вот эта дверь показывает он. Входная, да? Да. Хорошо, мы потом будем убирать без него. Как я уйду, говорит? Да я тебе открою твой портал, и заберешь еще все, и уйдешь без проблем, не беспокойся. Он на кухне сидит. Вот он привел меня на кухню, и он показывает, что он сидит, ну, как каунтертоп, скажи мне, как... Супервайзер, как главный? Нет, нет, вот он сидит вот как столешница, да? Вот он на ней сидит и наблюдает, что там посуду моют, готовят. А, ну трон, трон, да? Кушает он все, он сидит, вот как, копытами качает, так... Ну, они любят кухню, они любят на кухне сидеть. Он говорит, что иногда продукты что-то пропадают, вообще запахи вот эти все или что-то. День постояло, жарко или... Ну, вот показывает он мне все это, это сразу же привлекает, оттуда идет уже... Негатив. Да, негатив. Это его энергия, да? Да, 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 это его энергия. О, понятно, хорошо. Обратите внимание, Оксана, нельзя это долго держать в квартире, потому что это привлекает другие энергии. Не совсем хорошие. Хорошо. Все забрал оттуда? Он что-то еще оставил? У него угол показывает, что там. Хорошо. Давай, показывай. Там тоже, видимо, как портал какой-то красный, что-то там. Хорошо. Давай сейчас под этим порталом сразу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И эта воронка уносится в галактическое ядро, этот портал. Закрывай, печатай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Понравилось, черт. Понравилось? Исчез он, исчез. Куда он исчез? Ну, портал, я имею в виду. А, что, черт не может так? Нет. Вот, видишь. Хорошо, поехали дальше. Так, где еще там что? На него пентаграмма тоже как раз дрожитель действует. Ну, это понятно. Я тебе скажу, мы здесь будем сейчас не пентаграмму устанавливать, а все везде ставят печати царя Соломона, чтобы вы поняли, что сюда уже реально не стоит входить. Вот, после этих слов он побежал на балкон. Отлично. И что там? Ну, не знаю. Он мне показывает полностью балкон, вот пол балкона. Как чужеродные энергии, любые прилетающие какие-то, все там скапливается. А почему он там скапливается? Это какая-то аномальная зона или почему именно на этом балконе летит туда все? Не только на этом. А на всем, на место гибло или что там? Нет, просто вы же не видите, что происходит, говорит. Мы там не живем, поэтому не видим. В пространстве, в пространстве. То есть много чего там пересекается и осадок идет на балкон. Ну, как, открытое помещение, там собирается много пыли. Пыли имеется в виду разных тонкого плана. Как этого можно избежать? Да могу, красный. Говорит, что это помогает только для нижних. Это верно, космическим это по барабану, я согласен, да. Это действительно так. Хорошо, пошли дальше. Где еще что осталось? Показывай. Он говорит, что можно производить чистку, открывать воронку и все сбрасывать туда. Все накопленное, например, раз в месяц. Вполне хороший совет, безусловно. Если Оксана это умеет, то весь негатив, конечно, можно и скидывать туда, и все будет классно. Благодарю за совет. Давай мы тоже сразу уберем. Давай. Хорошо. И мы на балконе сейчас, да? Под балконом открывается воронка. Галактическое ядро против часовой стрелки. Один, два, три. И до последнего микрона вся негативная энергетика, находящаяся на балконе, улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Один, два, три. Закрывай, печатай, растворяй. Как закончится? Готово. Отлично. Хорошо. Где у нас еще что осталось? Черт. Еще одна спальня. Пошли туда. Только доставай все, потому что я после этого буду сканировать, и я найду все. Ну, он установил там вот этих кругов, кругов много своих, махеровых. А вот эти все примочки репто-игры, они в этом лежат сейчас? В клетке? Да, они в клетке, но от них как раз осталось, ну, они повредили как вот это пространство. Красное, знаешь, там тоже полосы красные остались. А я вытащу их. Как шрамы, грубо говоря. Я их вытащу сейчас. Пантомы что-то. Хорошо. Расчитали они это пространство. Сейчас закончим с чертом, потом сделаем это. Готово. Ну, и вот мы не убрали в ванне порталом, показал, еще есть. Хорошо, пошли в ванну. Видишь этот портал? Да. Хорошо. И под ним открывается сейчас воронка против часовой стрелки, ведущая в галактическое ядро. Один, два, три. И этот портал заносится, уносится в галактическое ядро, на переработку сжигается. Все частицы, все, что могло остаться, уходит вслед за этим порталом. Один, два, три. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Что-то еще осталось? Нет, больше нет. Хорошо. Черт, благодарю тебя. Можешь забрать все, что ты свое сейчас оставил, и я тебя буду отпускать на твою чистоту. Ты готова уходить? Он говорит, что ты можешь собрать негатив и отдать мне. Могу. Могу. Сейчас сделаю. Хорошо. И я даю команду. И со всей квартиры, по всему периметру, из каждого уголочка, вытягиваются все негативные энергии, которые только присутствуют. Квартира остается к концу кристально чистая, без малейшей наночастички чужеродной негативной энергии. Большой шар? Он меня еще куда-то ведет. Ниша какая-то есть там. Шкаф что-то. Хорошо. Давай закончим сначала с этим шаром, пока он намотает. И он говорит еще, что когда ты упоминаешь стены и потолок, пол, упоминая углы, в углах всегда собирается много. В первую очередь летят в углы негатив. Понятно. Хорошо. И я сейчас даю команду. И из всех углов этой квартиры матывается перед клеткой тюрьмой. До последней частички все летит в шар. Но он формируется. Такое облако. Серое. И сжимаем это облако до размеров мяча. Твердая субстанция появляется. Черт прыгает от радости. И он показывает, вот в этой нише там тоже что-то есть. И хорошо, пошли к той нише сейчас. Покажи мне, что там. Видишь, как мало надо, чтобы сделать черта счастливым. Я не могу понять, что там. Что там, черт? Он сам прячется, за меня заходит. Он не знает, что там. Вот так вот. Хорошо. И я даю команду. И все чужеродное, что находится в этой комнате, силой моего намерения притягивается в клетку тюрьмы и становится ее заложником. Один, два, три. Ну, она, знаешь, какая-то капля такая большая. Снимается все маски, голограммы. Все вокруг пристает согласно своему эфирному коду. Капля проявляется. Арахноид притянулся. Это его. Это Арахноид, да? Да, он как рюкзак закинутый такой. И в нем... Знаешь, в узел стянутый такой. Так получается, Арахноид был тогда в этой квартире, если он там притянулся. Он и там, и там, получается. Он как закинул сюда вот свой роддом. Так, хорошо, я обращаюсь к Арахноиду. Арахноид, у тебя еще что-то осталось в этой квартире? Или я все сожгу? Нет, это только. Хорошо, и вот эта сумка, которая уходит к Арахноиду, один, два, три, в клетку. Может ее с собой забрать. Хорошо, шар у нас сформировался, Вера? Да. Хорошо, черт, что-то еще осталось или шар готов уже для тебя? Да, готов. Но, знаешь, ты ему с командой, чтобы вот эти все красные тоже его махировать. Эти кружки, их много, собрались и... Хорошо, и я даю команды, все, что находится сейчас в этой квартире на чистоте черта, все эти красные ниточки, все его, вся его энергетика начинает, летит из всех комнат и формируется в большой шар, находящийся перед клеткой тюрьмой. Один, два, три, до последнего микрона все уходит из этой квартиры и формируется в шар. Все собирается в один плотный шар. Все ниточки наматываются, притягиваются, чистота к чистоте. Да, готово. Хорошо. И черт, можешь забирать свои два шара? Откройка портал. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта. Один, два, три. И черт уходит на свою чистоту, забывает дорогу назад. Один, два, три. Давай, пока, черт. Хорошо, поработали, говорит. Ну, кто как-то. И ты, и я. И Вера. Он имеет в виду, что то, что он хотел, он собрал и даже больше. Конечно. Поэтому надо кооперировать. И не обманывать, когда встречаешься с нами. Тогда можно мирно разойтись. Вот это ты как раз и придешь, когда и расскажешь о своих мирах. Чтобы не думали, что мы там злые. Как? Частично, может, немножко. Но не так уж. Нашел. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Сто в огненной пентаграмме. Так, арахноид у нас там остался. Один в клетке, да? Да. Сейчас подсмотрю. Две воронки у нас здесь. И под воронками открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И они улетают в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, арахноид, ты сегодня был обнаружен, ты больше в эту квартиру не придешь. Все порталы были уничтожены. Я эту квартиру буду проверять. Если я тебя второй раз найду, я ничего не оставлю живым. Ты это понял? Да, он понял. Хорошо. Готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал на частоте арахноида. Один, два, три. И арахноид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Все уходит вслед за ним. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Так, у нас это капля осталась какая-то там, да? А он забрал ее, это его было. А, это его было. Хорошо, все. Клетка пустая, мы ее можем убирать, да? Сейчас посмотрим. Никаких там зверушек не осталось? Нет, у нас есть вот эти устройства все. Хорошо. Эти все устройства. Под ними открывается сейчас портал в галактическое ядро на счет 3, 1, 2, 3. И они улетают, сгорают. Чистую первичную энергию на переработку все улетает. До последнего микрона все, что могло остаться от этих конструкций, Греев и рептилоида, улетает в галактическое ядро. И сгорает. Готово. Закрывай, печатай, растворяй. И клетка пустая сейчас, да? Да. И под ней открывается портал в галактическое ядро, 1, 2, 3. Клетка улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Есть. Хорошо, подходим к входной двери. Под ней открывается портал в галактическое ядро, 1, 2, 3. И эта воронка улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. До последнего микрона все улетает. Понимаешь, оно не воронка, оно зеркало. Дверь, сама дверь, она зеркальная. Входная дверь? Да, их две. Одна входная и вторая в квартиру. И которая внутри квартиры, она зеркальная. Вот она вся красная, она портал сама по себе. Давай под ней туда открываем отдельный портал в галактическое ядро. Большой портал. Один, два, три. И она засасывается в этот портал и уходит в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Но он неохотно уходит. Он, знаешь, как по зеркалу стал стекать. И сила моего намерения, все это красное, улетает до последнего микрона в галактическое ядро на счет 3. Один, два, три. Да будет так. Атаки есть. Готово. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Красный цвет ушел полностью? Красный цвет ушел, да. Хорошо. И это входная дверь сейчас. И заливаем все это пространство. Есть. И на входной двери устанавливается, как и на все стены, на потолки и на пол, печати Соломона. Один, два, три. Печати установлены. Готово. Хорошо. И устанавливаются огненные пентаграммы на стены. Один, два, три. Есть. Хорошо. Пластины мы уже установили. Все. Хорошо, Вера. Тогда давай сейчас просканируем квартиру полностью. Нашим специальным скенером плеят. Один, два, три. И если что-то еще осталось незамечено, она загорается и начинает мигать ярко красным цветом. Ты знаешь, он не стал мигать красным цветом. Он просто что-то сжег еще и просканировал дальше. Сейчас зеленый огонь угорит. А он сам еще и сжег, да? Да. Шикарно. Надо было эту функцию с самого начала использовать. Все, сейчас чистенько все? Чисто, да. Устанавливаем маячок сейчас зеленый-красный в квартире. Один, два, три. Если квартира чистая, загорается зеленый маячок. Так, если что-то еще осталось незамеченным, красный. Один, два, три. Какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо. Так, что мы еще в этой квартире можем сделать? Ну вот идет какое-то, что ее надо гармонией наполнить, что ли. Хорошо. Давай сейчас откроем над этой квартирой. Энергию добра, гармонии какую-то. Выстроим канал на всю ширину этой квартиры и энергии любви и добра абсолютно начинает заливать эту комнату на счет три. Один, два, три. Пошел свет. Ну вот сперва была информация какая-то, что эту квартиру как лечить надо. То есть ее вот эти рептилоиды как расшатали все. И потом, когда мы залили как раз вот эти все места, они как заполнились. И вот сейчас как раз ее надо было, ну как наполнить чем-то, чтобы закрепить это все. Заливаем это все светом любви отца. Энергии гармонии и света. Все негативное выходит за пределы этой квартиры, если таковое есть. Негатив забрал весь черт. Готово сейчас. Отлично. Все, Верочка, тогда закрываем каналы все. Один, два, три. И мы закончили работать. Будем покидать сейчас квартиру. Ты готова выходить? Да. Хорошо. И я посчитаю от одного и до трех. И ты окажешься в своей комнате диагностики. Один, два, три. И я здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА